18 муниципальных образований, которые не смогут получить паспорта готовности. Чем дальше от Барнаула, тем выше риск не потянуть зиму. Министры и главы районов сегодня по очереди рассказывали губернатору, почему подготовка затягивается, если не проваливается. 320 отключенных котельных по причине неплатежей за электроэнергию. На сегодня долг муниципалитетов составляет 861 миллион. Электричество – лишь один из пунктов. Ростехнадзор сделал районом 511 замечаний. Большая часть устранена, на ликвидацию остальных муниципалитеты получили 53 миллиона рублей. Но этого мало. Камена Аби просит еще. Город не может купить себе даже уголь на начало зимы. Буквально вчера нам удалось достигнуть договоренности с двумя организациями, поставщиками, которые готовы прокредитовать начало отопительного периода в Каменском районе по 3000 тонн каждое предприятие с отсрочкой платежа. Наличие угля – одна проблема. Другая – наличие плохого угля. По словам министра ШКХ Ивана Гилева, жгут его больше, дольше платежи растут. И некоторые потребители их не платят. Камена Аби только за электричество город не внес больше 20 миллионов, а общий коммунальный долг районов края – почти 2 миллиарда. Все это тянет предприятие на дно. Невозможность учитывать недополученные доходы при следующем тарифном регулировании, поскольку предприятия теплооснабжающей отрасли у нас обычно не доживают до того периода. Это обычно через три года наступает, когда могут возмещать эти расходы. А в Яровом даже не могут воспользоваться денежной помощью. Коммунальные организации из-за долгов заблокировали счета. Город успел потратить 18 миллионов. Ремонт котла номер 7, текущий ремонт паровой турбины и текущий ремонт тепловой сети. При этом после гидравлических испытаний зафиксировано и устранено 20 порывов сетей, а при остановках при отсутствии угля еще 27. Из-за ветхости всего коммунального хозяйства глава Ярового уверен – паспорт готовности не получит. И в таком же положении Славгород, Олейск, Бийский, Михайловский, Калманский, Павловский, Первомайский и Смоленский районы. Виктор Томенко настоял – время на подготовку сферы до 15 ноября еще есть. И надо успеть. Вопрос получения паспортов готовности на следующий отопительный зимний период является принципиальным. Если хотите, он является политическим. И это проверка. Мы на самом деле все вместе работаем или так? Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком.